МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа День в студии Аллы Сталаева. Смотрите в первой части выпуска. В администрации округа состоялся День жилищно-коммунального комплекса. Можете накапливать мусор прямо на территории своего торгового предприятия и дальше по заявкам региональные операторы его будут вывозить. Осенний призыв ряды вооруженных сил подводит итоги работы за год. Процент степени годности к военной службе молодых людей с каждым призывом увеличивается. На прошлой неделе на территории городского округа мытищи было зарегистрировано 173 дорожно-транспортных происшествия. Вы должны обязательно убедиться в том, что водитель вас видит и остановился. А теперь об этом и многом другом более подробно. В администрации округа состоялся День жилищно-коммунального комплекса. Сразу несколько вопросов обсудили участники заседания. Передача полномочий по подаче потребителям электрической энергии в управляющей компании и заключение договоров на вывоз твердых коммунальных отходов собственниками нежилых помещений. О результатах заседания наш первый сюжет. Утро четверга – традиционное время проведения Дня жилищно-коммунального комплекса. Первый вопрос, который участники заседания обсудили в зале администрации, связан с оплатой электроэнергии. Было предложено переложить обязательства по восстановлению платежей с акционерного общества «Электросеть» на управляющей компании. Такое предложение связано прежде всего с тем, что участились случаи появления задолженности по оплате за электроэнергию. Вопрос у нас пока еще в проработке. Дано поручение представить предложение для управляющей организации управления заказчика 11 многоквартирных домов с разным сроком эксплуатации для того, чтобы такой эксперимент был показателен, чтобы мы не формировали наше решение. Если мы увидим, что действительно такой ход удовлетворяет и Матищинскую электросеть, и управляющую организацию, то тогда будем рекомендовать распространить такую практику. Продолжился день жилищно-коммунального комплекса уже на выезде. Дом номер 11 по улице Рождественской стал местом, куда комиссия приехала с очередной проверкой. Главная задача – убедиться в том, что собственники нежилых помещений заключили договоры на вывоз мусора. Куда вы сейчас мусор выносите? Можем поинтересоваться? Мусор? Вот там мусор. Вот на эту контейнерную площадку. Как раз таки я хотел отметить, что эта контейнерная площадка относится к совершенно другому дому. Никакого отношения к вашему многоквартирному дому она не имеет. У нас тогда где? У вас? Вы должны согласовать это место с региональным оператором. Вы можете накапливать мусор прямо на территории своего торгового предприятия, и дальше по заявкам региональные операторы его будут вывозить. Исходя из требований законодательства заключить договор на вывоз мусора с региональным оператором, собственники нежилых помещений должны были в течение восьми месяцев. На данный период заключено более полутора тысяч договоров с юридическими лицами. Подобные проверки комиссия проводит еженедельно, и в большинстве случаев договоры на вывоз твердых коммунальных отходов отсутствуют. Все те, кто не заключил договор или уклоняются от заключения договора с единым оператором на вывоз твердых коммунальных отходов, будут привлечены к административной ответственности. Штраф для юридических лиц составляет от 200 до 250 тысяч. Участники комиссии в составе представителей администрации округа, регионального оператора и госсадом технодзора Московской области посетили все нежилые помещения дома и побеседовали с представителями торговых объектов. Те, кто не заключил договор, обязаны это сделать в самый короткий период. А сотрудники управляющей компании предложили даже перенести мусорные контейнеры в другое место, чтобы избежать несанкционированных навалов мусора. Эта проблема последний год имеет яркое отражение. Постоянно переполненная контейнерная площадка, систематические жалобы, обращение граждан рядом расположенных домов в добродел, в администрацию города. Мы, соблюдая кодекс, собственно, градостроение и жилищный кодекс, производим плановую уборку, но излишний мусор, естественно, влечет расходы жителей дома. Получается, что бытовой мусор представители подобных организаций выбрасывают в общий контейнер, а платят за это жители многоквартирных домов. Если договоры не будут заключены, собственники жилых помещений получат административное взыскание. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День». Перечень участков дорог Подмосковья, где будут размещены передвижные комплексы фото-видеофиксации, уже опубликованы на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина, Минтранс области стал одним из первых регионов, опубликовавших полный список мест установки. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году, говорится в сообщении. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, которые смогут менять место дислокации. Информация обновляется ежемесячно. Напомню, с полным списком камер на дорогах Подмосковья можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Осенний призыв ряды вооруженных сил подводит итог работы за год. Весной было призвано 160 мытищенцев. Примерно столько же планируется отправить на службу в ходе осеннего призыва. Как меняется качественный состав призывников и само отношение к службе, рассказал военный комиссар по городам мытищи и королев Максим Гаврилюк. Осенний призыв начинается с расширенного заседания призывной комиссии. Круг вопросов определяется теми мероприятиями, которые традиционно готовят призыв. На медицинскую комиссию вызвано более тысячи человек. И только менее 15% из них получат отсрочку по состоянию здоровья. В былые годы бывало и более 20%. Отсрочка предоставляется и для продолжения учебы в вузах. Впрочем, сегодня многие молодые люди берут академический отпуск, чтобы пройти службу, а потом продолжить учебу. Для меня это более престижно и потенциально полезно. То есть без отрыва, да? И учеба, и военное прохождение? Да, само собой. В последние годы уровень образования призывников заметно возрос. Это показал еще весенний призыв. Я хочу сказать, что весной 2019 года четверо наших молодых людей были отобраны для прохождения военной службы в президентском полку. Трое наших молодых людей, закончивших и получивших высшее образование, проходят сейчас военную службу в научных ротах. Немало мытищенцев проходят службу в самых известных воинских частях, не говоря уж о подшефных кораблях в составе трех флотов. Туда отбирают самых подготовленных. Процент степени годности к военной службе молодых людей с каждым призывом увеличивается и в лучшую сторону. Понимание и желание с каждым годом, с каждым призывом у молодых людей для прохождения военной службы, оно крепнет и постоянно развивается. За этой оценкой стоят заметные изменения настроений и отношения к воинской службе среди молодежи. Хотя, конечно, без проблем, продиктованных жизненными обстоятельствами, не обходится. Получить необходимые пояснения можно будет в ходе прямой линии с военным комиссаром Московской области. 9 октября с 11 до 12 часов по телефонам, указанным на экране, можно будет получить ответы на все вопросы по осеннему призыву граждан на военную службу. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Закончился визит учащихся школы номер 29 в Болгарию, который проходил с 15 по 22 сентября. Десять ребят побывали с программой культурного обмена в Габрово. Болгарская сторона сделала все возможное, чтобы они максимально узнали о культуре страны. Делегация посетила этномузей и музей юмора, побывала в школе, приняла участие в товарищеском матче по волейболу и тренинге по профилактике употребления психоактивных веществ. Стороны обменялись культурными традициями России и Болгарии, посетили село с аутентичным укладом, стали гостями праздничного вечера с участием представителей русской диаспоры и обществом русофилов. Ребята подружились со своими болгарскими сверстниками. Теперь их объединяют будущие проекты и стремление к сотрудничеству. Эта поездка запомнится всем, как одно из самых ярких событий в жизни школы. Мытищинский отдел ГИБДД сообщил, на прошлой неделе с 23 сентября по 1 октября на территории городского округа Мытищи было зарегистрировано 173 дорожно-транспортных происшествия. В двух случаях пострадали дети. Подробнее о случившемся прямо сейчас. С наступлением дождливой погоды ситуация на дорогах городского округа стала особенно опасной. Так, в понедельник 30 сентября в 15 часов 15 минут пострадала женщина, переходившая дорогу с коляской, в которой находился ребенок. Водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомашине Митсубиси Айсекс по улице Борисовка в сторону улицы Мира, напротив дома номер 8, на нерегулированном пешеходном переходе, совершил наезд на женщину 1985 года рождения, переходившую в проезжую часть с детской коляской, в которой находился ее двухлетний сын. В результате наезда женщину и ребенка с различными травмами госпитализировали городскую больницу. От удара, произошедшего на скорости примерно 30 км в час, малыш вылетел из коляски на проезжую часть. Повезло, что не на полосу встречного движения, иначе последствия могли бы быть более тяжкими. Состояние пострадавших стабильное. Женщина отпущена домой, а ребенок проходит лечение в детском травматологическом отделении. На следующий день, 1 октября, в 16 часов 15 минут, произошло подобное происшествие. Женщина-водитель 1962 года рождения, двигаясь на автомашине Крайцлер-Себринг по улице Колпакова, в сторону проспекта Астрахова, в сторону улицы Летной, напротив дома номер 27, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на детскую коляску, в которой находился двухлетний мальчик. В результате чего, ребенка также госпитализировали городскую больницу. Не только водителям, но и пешеходам стоит быть бдительнее. Иногда тех правил, которые знакомы с детства, бывает мало. Смотреть налево, потом направо. Порой этого недостаточно для безопасного прохождения пешеходной зоны. Вы должны обязательно убедиться в том, что водитель вас видит и остановился. В связи с ухудшением погодных условий, госавтоинспекция просит водителей придерживаться скоростного режима, быть внимательнее при появлении пешеходов на проезжей части и выполнять все требования дорожных знаков и разметки. Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге. Помните, от соблюдения правил дорожного движения напрямую зависит ваше жизнь и здоровье. Кирилл Тридуб, Денис Корнев, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Во Дворце культуры Яузы состоялся праздничный концерт, посвященный 90-летию Подмосковья. Учат в школе. Любой предмет и даже физика может быть интересной. Последние дни отпуска мне уже хотелось в школу. Российский король рок-н-ролла живет в Мытищах. В спортивном зале школы номер 32 прошли финальные соревнования по настольному теннису спартакиады школьников городского округа Мытища. И они приходят дальше заниматься в секцию, чтобы повысить свой уровень. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы. Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты». Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. Подмосковью 90 лет. К юбилейной дате региона приурочены многочисленные праздничные мероприятия во всей Московской области. Одно из них состоялось накануне во Дворце культуры Яуза. В любви к Подмосковью признавались со сцены и не только. В этом году Московской области исполняется 90 лет. Подмосковье без преувеличения называют одним из самых современных регионов, который продолжает хорошеть и развиваться, и ежегодно становится все более комфортным для жизни. Свой весомый вклад в благоустройство области, несомненно, вносит и городской округ Мытищи. Дорогие Мытищицы, именно вы ежедневно преображаете наш округ, наш подмосковник. Созидаете, делаете его благоустроенным, красивым и уютным, гостеприимным и радушным, современным, сохраняя при этом свою самобытность и уникальные культурные традиции. По случаю юбилейной даты в Дворце культуры Яуза состоялся праздничный концерт. В зале Мытищицы, который ценят и замечают все перемены округа и искренне любят свою малую родину. Очень хороший город и очень хороший округ. За последнее время стало очень чисто, благоустроено. Мне все очень нравится. Но в отношении области сказать трудно, потому что я редко где-либо бываю. Но мне кажется, Мытищи самый лучший город в Подмосковье. Много зелени, ухоженный, замечательный. Я живу вот в старых Мытищах. Они у нас делятся новые Мытищи и старые, которые за улицей Олимпийский проспект. И вот у нас тоже открываем сквер, очень красивый сделали. Мы прямо наслаждаемся и гуляем там. Поэтому мы горды своими Мытищами. Подарком для зрителей стало выступление Оркестра народных инструментов «Радио Орфей» и академического хора «Русской песни». Того самого, в котором свою творческую карьеру начинала Людмила Зыкина. Люблю тебя, люблю моя Россия, Счастливая звезда в судьбе моей. Люблю тебя, люблю моя Россия, Счастливая звезда в судьбе моей. На сегодняшний день Московская область – лидер по темпам строительства. Возводятся новые микрорайоны, детские сады и школы, заводы и транспортные развязки. Помимо этого, в Подмосковье реализованы и масштабные социальные проекты. Большое внимание уделяется и развитию региона в культурно-духовных аспектах. А теперь еще и действует губернаторская программа «Активное долголетие», в результате которой у людей старшего возраста нет поводов грустить и скучать на пенсии. А значит, они отпразднуют еще не один юбилей Подмосковья. Дарья Ильинская, Денис Петров. Информационная программа «День». В субботу 5 октября учителей ждет их главный праздник – профессиональный. В мытищах, которые занимают лидирующую позицию в сфере образования, есть кем гордиться, а нашему телеканалу есть о ком рассказать. Как сделать урок увлекательным, а сложную науку доступной, знают педагоги, выбравшие профессию по призванию. Наш следующий сюжет – об учителе физике. Три состояния жидкости, что такое кристаллическая решетка, законы электрического тока, познание мира и элементы астрономии. Без малого 40 лет, 10 из которых в шестой школе, разъясняет Ольга Викторовна Афанасьева, учитель физики. Вы знаете, вот странно, но я люблю свою работу. Вот я формально на пенсии. Вот у нас учителей большой отпуск. Я летом отдохнула. В последние дни отпуска мне уже хотелось школу. Вот там уроки, дети вокруг меня, живые глаза, да, молодежь. Руки поднимают, с удовольствием отвечают. Не верите, что с удовольствием? Тогда заглянем на уроки к семиклассникам, а потом и к выпускникам. Те и другие в один голос заявляют, что физику они действительно любят. И в большей степени благодаря своему учителю. Очень интересно. На этих уроках мы узнаем много чего о физических элементах, атомах. Также нам рассказывают о многих открытиях ученых. То, что любовь к науке начинается еще в школе, Ольга Викторовна знает на своем примере. А когда одноклассник попросил ее подтянуть по физике перед поступлением в институт, то к будущему учителю неожиданно открылось и умение сделать учебный материал доступным. И до сих пор у ее учеников в изучении этой науки сложностей не возникает. Всегда все понятно объясняет, подбирает интересные задачи. И дальше поступление будет как-то профильное, связанное, получая профессия? Ну, естественно, это будет, наверное, физтех или физфак МГУ. Но даже к тем, кто далек от точных наук и имеет гуманитарный склад ума, Ольга Афанасьева умеет найти подход. По примеру, своих учителей. Любому предмету физики, в том числе, надо бы учить на положительных эмоциях. Вот если ребенку интересно, радостно, а если похвалили, пять поставили, вот в этом случае информация особенно хорошо запоминается. То, что ученики усваивают физику на все 100, говорят и баллы в ЕГЭ. 4 стобальника и 12 человек с результатом выше 90 баллов получили выпускники прошлого учебного года. Порадовалась за них Ольга Викторовна и когда они стали первокурсниками престижных вузов. А с начала сентября все мысли опытного педагога уже заняты будущими студентами физтех и МГУ. Сложный будет год, но я думаю, хочу, чтобы он в конце в итоге стал и для них, и для меня счастливым. То есть, чтобы все получилось, как они хотят. А вот чего хотят педагоги и чем их порадовать в День учителя у школьников сомнений не вызывает. Надо шоколадки им дарить, чтобы они были радостные. Кроме шоколадки, чем можно поздравить? Черки получать, хорошо себя вести, не знаю, что они, оценками, оценками. В этом году Всемирный день учителя выпал на субботний день. А значит, в школах уже репетируют праздничные концерты, готовят подарки, учат стихи и ученики обдумывают поздравительные слова и пожелания. Я хочу поздравить всех учителей, хочу им пожелать счастья, здоровья, чтобы они не кричали на учеников и уроки у них проходили хорошо. День учителя для мытищ, который уже несколько лет держит марку самого успешного подмосковного муниципалитета в области образования – праздник особый. Ежегодно за важный труд благодарят лучших преподавателей, тех, для которых в профессии учитель – призвание. Дарья Линская, Денис Петров. Информационная программа «День». Российский король рок-н-ролла живет в мытищах. Денис Можуков – пианист, певец и композитор. Исполняет традиционный рок-н-ролл по самым высоким классическим стандартам. Он родился в семье известного российского композитора, автора множества шлягеров советской эстрады. За виртуозной игрой Дениса наблюдала и наша съемочная группа. Наблюдать за движением пальцев Дениса Можукова можно, не отрываясь долгое время. Красивая игра на фортепиано завораживает взгляд и удивляет слух. В шесть лет Денис начал слушать пластинки королевы Госпол Махалия Джексон. И именно тогда понял, что без этой музыки не представляет свою жизнь. Я это услышал, задрожал, поскольку меня это захватило. И я понял, что эта музыка меня уже проникла. И с тех пор я ни на день не изменял этому и посвятил жизни. Денис закончил эстрадно-джазовый факультет по классу фортепиано, музыкального училища имени Гнесиных, где его педагогом был Даниил Крамер. Его известный отец Алексей Можуков направление деятельности сына не одобрял, так как он видел его классическим пианистом. В какой-то момент он мне сказал, все, сынок, зеленый свет горит, карьеру можно делать дальше, сейчас ты взрослеешь и вперед. На что я сказал, нет, я не хочу этим заниматься. Он очень удивился, сказал, а чем же ты хочешь заниматься? Я сказал, я хочу играть и петь рок-н-ролл. На что он мне сказал, мне-то 13 лет было, он сказал, ты понимаешь, на что ты себя обрекаешь в нашей стране с такой перспективой. Я сказал, я понимаю, но не отступлю. В своем выборе герой нашего сюжета не ошибся. Денис неоднократно выступал на известных музыкальных площадках в США и Европе. Как с сольными концертами, так и на фестивалях. Но самое главное выступление он помнит, как сейчас. Меня пригласили открывать концерты Джерри Льюиса. Кстати, ему 29 сентября исполнилось 84 года уже. В свое время эти ребята Элли Спрейс, Джерри Льюис, Чак Берри навели шорох по всей планете рок-н-роллом, будучи молодыми совсем. Так вот, мне предложили разогревать его на концертах, на его концертах в Москве, в концертном зале России, которого уже, к сожалению, или к счастью нет. И это было здорово. Два вечера подряд он наступал. Это было, ну, как... Вот когда ты же родился в Советском Союзе, еще тогда, когда выезд даже за границу был, просто практически невозможен для жителей нашей страны тогдашней, да. И вот я сейчас просто в сравнении. И вдруг проходит какое-то время, и ты со своим, ну, грубо говоря, кумиром, да, там, с человеком, на которого, с чего все это начиналось, это легенда, это больше, чем легенда. И вдруг ты с ним встречаешься на одной сцене, так сказать, ты играешь свое выступление, потом он выходит со своей группы, да, а после концерта ты с ним стоишь, общаешься, тебя фотографируют, и мы успели как-то переброситься несколькими фразами, я ему свой диск подарил. Ну, то есть это колоссальное, конечно, было событие. Денис Мужуков – известный российский музыкант, которого с 2011 года приглашают участвовать на европейских международных фестивалях «Буги-вуги» во Францию и Бельгию. В августе 2015-го он выступал в статусе хедлайнера на закрытии фестиваля рок-н-ролла в Европе «Саммер Джамбер Рок-н-рол Фестиваль». Эта музыка очень, она может на первый взгляд казаться такой легкой, что и есть на самом деле, очень ритмичная, безумная, разрывающая в хорошем смысле слова просто практически каждого, кто слышит или видит это все, особенно в живую. Но при этом для меня это, и не только для меня, эта музыка и даже и глубокая достаточно, и ее можно просто слушать и как-то уходить куда-то. Поэтому, конечно, здесь позитивные эмоции необходимы. И семья, и любовь, и дети – все это дает, конечно, свои определенные источники. На всех выступлениях зрители реагируют на его игру одинаково восторженно. Под эти ритмы невозможно усидеть на месте. Хочется двигаться, танцевать и просто радоваться жизни. Ала Сталаева, Константин Бондаренко, информационная программа «День». В спортивном зале школы номер 32 прошли финальные соревнования по настольному теннису спартакиады школьников городского округа Мытищи. По традиции они проводятся именно в 32-й школе, так как здесь созданы все условия для подготовки начинающих теннисистов. На спартакиаде школьников идет проверка полученных навыков и мастерства. Сергей Берзин с подробностями. Чаще всего в настольный теннис приходят случайно. Где-то мимоходом подсмотрели игру и уже не могли пройти мимо. Игра становится увлечением. Для 30 участников финального этапа спартакиады школьников чаще всего так и было. И с тех пор они уже по нескольку лет не расстаются с ракеткой. В этих соревнованиях мы какую цель преследуем, кроме обычных основных? Выявить как-то в школах каких-то сильных игроков. Они вот видят, что есть спортсмены, что есть секция. Они узнают об этом. Через эти соревнования очень многие узнали. И они приходят дальше заниматься в секцию, чтобы повысить свой уровень. И занимаются подчас до самозабвения. Но сначала попробуйте сами, что это такое и как не слушается вас неуловимый мяч. А ведь им надо попадать в самый краешек стола, чтобы соперник не среагировал. Иначе победы не видать. Афину Парфенову привел в теннис папа. Он сам отлично играет. А ей теперь приходится заниматься по 10 часов в неделю, чтобы догнать его уровень. Наверное, самое трудное – это уловить мяч, да, в этой игре? Ну да, есть такое. Мяч очень быстро летит, сложно угледеть. Сложно контактировать с ним. И сколько надо этому учиться? Ну не знаю, я учусь около трех лет. Сколько же резких движений, сколько промахов, сколько огорчений и сколько выигрышных ударов только в одной партии. Кажется, скорость жизни здесь совсем другая. Она стремится в погоню за неуловимым мячом. Если, конечно, он летит точно. Наверное, это самое главное, что так привлекает в этой реактивной игре. Интересно смотреть, как другие играют, пытаться их победить. Уграть папу хочется. Обыграть своего тренера. Будущие чемпионы и победители пока набираются опыта. Без тенниса они уже не могут. Вот такая уж эта игра. Она не отпускает никого. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». А теперь к столичным новостям. В Большом театре первая премьера нового сезона. Опера «Сказка о царе Салтане». Впервые на этой сцене спустя 30 лет. Три девицы под окном. С этой сцены начинается легендарная сказка о царе Салтане, вернувшейся на сцену Большого театра спустя 30 лет. Опера римского Корсакова задумана как семейный спектакль. Редкий случай, когда подобная постановка рассчитана как на взрослых, так и на детей. Мы стремились сделать абсолютно семейный спектакль. У меня был очень-очень важный мотив неполной семьи и того, что Гавидон очень ждет встречи с Салтаном. И вот вообще эта история о ребенке вышел без отца. На этой сказке Пушкина выросли и артисты, примерившие необычные для себя роли. Когда, естественно, ты читаешь в детстве эту сказку, ты себя вряд ли представляешь в роли ткачей. Все хотят быть милитрисами, но в данном случае очень интересен для меня именно этот образ. Очень много напора, очень много взрыва какого-то такой, народной удали. Как оперный певец я понял, что это весьма историчный человек, потому что у него очень высоко написанная партия, десертония. И это накладная свои плечатки. Это просто трудно петь. В центре сцены декорация «Трансформер» меняет пространство на глазах. Там развиваются события с невероятной скоростью, потому что вот первая картина, а потом уже сразу же свадьба, а тут же Салтан уже на войну, и через секунду появляется ребенок. Это все происходит в течение практически двух минут. Это все сделано, кстати, как монтаж в кино. Костюмы вдохновлены картинами Ивана Билибина. Эпоха Допетровской Руси – 16 века. Ткани с золотым шитьем, вручную расшитые камнями. Всего в постановке задействовано 340 костюмов. Вот я хотела сделать «Ах» в спектакле, чтобы открывался замыс, и это был тот самый потрясающий русский костюм. Тьму-дорога у нас такая яркая, древняя, дикая Русь. Мы действительно объехали весь свет в поисках фактур, в поисках вот этого золотого шитья, в поисках настоящего византийского ткачества. Постановка станет одной из главных в репертуаре Большого театра в период новогодних праздников. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Еще больше информации на сайте Первого Матищинского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно. А иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. Прибор электрический приобретает. На нем маркировку я изучаю. Вот букву А на приборе я вижу. Что это значит, узнаем поближе. Прибор с буквой А самый лучший, ребята. Ему очень мало энергии надо. В Б или С потребление выше. Класс эффективности будет пониже. ДЕФГ еще ниже значение. Эти приборы одно разорение. Покупая прибор не забудь. На этикетку им букву взглянуть. Покупая прибор не забудь. Покупая прибор не забудь.